Эти люди, как все представители своих профессий в Советском Союзе, проходили по бухгалтерии и получали зарплату согласно штатному расписанию. Как работали расстрельные команды? Типичная расстрельная команда состояла из четырех человек. Помимо палача, в нее входили врач, обязанность которого заключались в констатации смерти, а также представитель прокуратуры оперативного отдела УВД. Как рассказывает Лидия Головкова в своей статье «Бутовский полигон», в редких случаях состав команды мог быть увеличен до пяти человек. Но такое было в основном в годы массовых репрессий, в 1970-80-х ГГ. Ограничивались четверкой. Количество самих расстрельных команд было разным для каждой республики СССР, по количеству специальных следственных изоляторов, где проводили расстрелы. Так в Украине и Грузии их было по два, три, в Азербайджане, четыре, в Таджикистане и так далее. Сколько особых СССР было в РСФСР, сейчас доподлинно неизвестно. Эта информация все еще остается засекреченной. Были СССР, в которых своих расстрельных команд не было. Это Прибалтийские республики и Молдавия. Существует расхожий миф, что смертников оттуда этапировали в Минск, где и расстреливали. Но это не так. Халид Юнусов, долгое время проработавший начальником расстрельной команды в Азербайджане, рассказывал, что приговоры приводили в исполнение все-таки в Прибалтике, но только силами командировочных. Очень часто туда отправляли его расстрельную команду, все-таки для небольшой республики три плача. Многовато и часто им приходилось сидеть без дела. Сколько платили ну а теперь перейдем к вопросу оплаты, ведь не зря мы так подробно рассказывали о том, как была устроена вся система. Дело в том, что все участники расстрельной команды получали зарплату согласно штатному расписанию, по должности, которую занимали. Палачом назначали кого-то из проверенных людей. Обычно выбирали тех, кто был недоволен зарплатой, ведь тот, кто непосредственно приводил приговоры в исполнении, получал около 200 рублей в месяц. Отдельные премии были за приведение в исполнение, полторы сотни получал непосредственно исполнители по 100 рублей, другие члены команды. Также, если команда работала, а не сидела без приговоров, ее членам платили квартальные премии, по 150-170 рублей. Кроме того, они получали отгул в день расстрела, сразу после подписания акта о выполнении работ. Если команду отправляли в командировку, для расстрела преступников в Прибалтике или Молдавии, то они еще получали командировочные, опять таки согласно штатному расписанию. Чаще всего в командировки ездили именно представители Азербайджана, чтобы не сидеть без дела в небольшой республике и не оставаться без премии квартальных.